Министерство финансов Таджикистана заявило о том, что недавно опубликованный отчет о сокрытии доходов государственным унитарным предприятиям «Таджикская алюминиевая компания» на сумму более 1 млрд долларов в период с 2010-2016 года не соответствует действительности, а является технической ошибкой, допущенной при подготовке аналитического материала о деятельности компании. Напомним, что в октябре текущего года Министерство финансов Таджикистана обнародовало отчет о деятельности компании «Талко», согласно которому переход алюминиевого гиганта на толлинговую систему привел к необоснованным расходам, непрозрачности финансовых операций и контрактов, увеличению производственных и непроизводственных расходов, выплате огромных гонораров за услуги зарубежных адвокатов, и в этой связи предприятие столкнулось с увеличением дебиторской и кредиторской задолженности, что в результате привело его к плачевной финансовой ситуации. Примечательно, что в докладе, опубликованном Московским центром Корнеги в феврале текущего года относительно компании «Талко» говорится следующее. Близкие и дальние родственники «Рахмона» контролируют все ключевые отрасли экономики, крупные торговые сети, авиаперевозки, финансовые услуги, рынок развлечений и СМИ. Ключевые должности в центральном правительстве и региональных администрациях также занимают члены этой семьи. Родне «Рахмона» принадлежит и крупнейшее в стране промышленное предприятие – таджикская алюминиевая компания «Талко». Именно за ее счет, как предполагают, покрываются расходы правящей элиты.